Добрый-добрый-добрый день всем. У микрофона Друг, это студия Игрокам ТВ. И мы начинаем трансляцию последнего матча данного Best of 3. Это финал сетки венеров, Dota 2 Champions League, турнира которой уже закончился. Матчи, которые уже давным-давно прошли, но которые, еще раз объясню для всех, кто подключился, мы не комментировали, поэтому комментируем сейчас. Матч с Пиццом не смотрел, чтобы сейчас хоть чему-то удивляться. Да, я тоже слышал, что будет разнос. Посмотрим, насколько этот разнос будет правдивым. Потому что лучше один раз увидеть, чем 17 тысяч раз прочитать или услышать от кого-то, как там Empire наказали вичи гейминг. Глянем, что у нас будет. Ну, пока что у Team Empire есть крутейшая комба из Тинни Веспа. Классика-классик, ничего нового выдумывать не надо, просто бей по голове бревном. Ну, все само собой придет. Шейкер для Team Empire тоже известная тема. Это, скорее всего, шейкер для Йоку, который отправится в сложную. И Рубик для Always Wanna Fly. Ну, еще один пик. Еще один пик, скорее всего, для... А для кого? Непонятно. Для Resolution пока не ясно, что брать. То ли Resolution будет на Тинни в миде и саппортить его будет... Точнее, Always Wanna Fly, скорее всего, будет на Веспе. Вот, то ли Resolution на Тинни пойдет в мид, то ли Resolution отправится у нас, например, на каком-нибудь Шторм Спирите в легкую. Увидим, увидим, узнаем. Шейкер с Соло отправляется. Ну и две даблы. Тинни плюс Висп и Рубик плюс... Плюс. Кто? Сейчас узнаем. Со стороны команды Вич и Гейминг. Конча, безусловно, Лес. Тайт Хантер, скорее всего, для Айс Лисайсов сложную. Мидер Драгон Найт, это все для Супера. Фантом Лансер для Хао. И что остается нам? Нам остается Финрир на Вич Докторе. FY, скорее всего, заберет себе НЧУ и отправится в лес. Что там получится, сейчас узнаем. 20 секунд на пик. Команда Эмпайр. Глянем, кто это будет, поймем, где будет стоять Тинни Висп. Ну, есть подозрение, что Тинни Висп все-таки будет на миде. Либо это Сайлент, либо это Резолюшн. Скорее всего, Сайлент. Резолюшн, но тоже нужен теперь герой. Пять секунд. Нужен уже, нужен уже. Вайпер. Вот так вот, вайпер. Много, сильно, больно. Короче говоря, команда Эмпайр запакована вообще в Uber Damage. Есть кем цеплять, есть кем бить. Есть кем станеть. Магический проказ неплохой. Вроде так смотришь, всего по мелочи. Но таких мелочей, например, тому же Вич Доктору с головой хватит. Даже Тайт Хантер, жирная задница. И тот тут слиться может без вопросов. Ай Сай Сай забирает себе Тайда. Супер Драгон Найта. Фай берет Вич Доктора. Фин Рир будет играть на НЧ. Хао забирает себе Фантом Лансера. Сайлент берет у нас Вайпера. Резолюшн все-таки будет на Тинни. И, скорее всего, будет в миде с Алоха Дэнсом в паре. Олвесу на Флай берет себе Рубика. Йоку берет себе Шейкера. И куда же Йоку еще идти, кроме как в сложную линию? Да, Йоку у нас отправляется, скорее всего, в соло линию. И сейчас только надо определить, будет ли это сложное. Либо это будет легкое для Йоку. О, знаем. В общем-то, Вайперу от Сайлента можно отправляться и сюда вниз. Даблой. Вайпер не так слаб на линии на ранних левелах. Поэтому не проблематично будет стоять. С другой стороны, Йоку уже столько отстоял на этом Шейкере в сложной линии, что какие-то проблемы потенциальные для Йоку. Ну, это немножко странно. Вичи Гейминг, напомню еще раз, топ коллектив вообще везде-везде. Тот коллектив, который вроде бы главный по рейтингам, который главный претендент на победу. Ну, все регалии, которые можно было Вичи Гейминг причислить, уже давно все причислили. Поэтому и наше внимание пало на данный матч, на данную серию матчей между Эмпайр и Вичи Гейминг. И все это в формате Дота 2 Чемпионс Лиг. Ну что, смотрим. Смотрим, что у нас будет. У нас после этого матча еще игры между командой Эмпайр и командой Вичи Гейминг. Это уже будет в гранд-финале Дота 2 Чемпионс Лиг. Пока что сетка венеров. Третий решающий матч сетки венеров. Микрофон от рук в студии Агрокам ТВ. Приятного вам просмотра. Айс-айс-айс. Будет соло стоять на Тейт Хантере нижней лайн. Трипла, скорее всего, отправится у нас в сложную. Хао на Фантом Ланцере, Фуайн на Вич Докторе. Дабла, точнее. Супер отправляется в Мид Лейн на Драгонайте. Фенрир на НЧ пойдет лес у нас фармить. Резолюшн на Тине. Алоха Дэнс на Виспе. Это дабла против Супера. И Суперу должно здесь вообще не Супер быть. Какая шутка. Суперу должно быть не Супер. Ух. Подум. Шутка прошла на ура. Сайлент на Вайпере. В принципе, не должен здесь проблем никаких иметь с Фантом Ланцером. Он, по сути, Йоку на Шейкере пришел помогать Сайленту. А здесь кто? Здесь Always One Offline на Рубике. Да это вообще черти что. Не знал бы я, чем все закончится. С ума бы сошел от такой расстановки линии. Ну, начало, в принципе, все, в общем-то, предсказуемое было. Не считая только Рубика, который в соло будет стоять против Айса Айса. Ну, хорошо, Рубик неплохо может против Айса отстоять. Через Фейдболл, через Телекинест. Тут, в принципе, Рубику и для фарма есть ситуация, да и для всего. Видимо, хотят пораньше Рубику дать шестой левел. Always One Offline должен красть нон-стоп. К моменту, когда у Айса будет Реведж, Реведж должен появиться и у Always One Offline. Вайпер собирается у нас, в принципе, в ранний дэмэдж. Хотя бы относительно, и Аквила, скорее всего, у Сайлента появится. Йоку отсюда ушел. В соло оставили Сайлента. В соло. Никто не помогает ему пока, но, с другой стороны, не помешает. Экспу не крадет. Йоку на Шейкере перетягивается на топ-лейн. Из леса. И уже можно сейчас выйти на Эфлайя. Нет, не рискует пока. Always One Offline загнали его прям под тавер. Ну и Сайлент уже здесь. Наплевывает по Айсайсайсу. Йоку остается в итоге в соло у нас на топ-линии. Шейкер первого левела к концу второй минуты. Маловато будет, конечно, но, с другой стороны, Йоку свое здесь должен взять. Резолюшн против Супера. Помогает ему Алоха Дэнс. У Алоха Дэнс есть Боттл. Боттл этот пополняется без проблем для команды Империя. Сайлент плюс Always One Offline против Айса. Йоку стоит теперь в соло-линии. Все стало на свои места. По крипам. На первом месте Резолюшн 14 на 4. На втором месте Хао идет одинаково с Сайлентом. По 11 убитых у них крипов. Дальше Айсайс 9 на 2. И всего лишь один крип у Рубика. Все время, которое дали Always One Offline было потрачено на получение экспы. По золоту, разумеется, Рубик никак здесь не поднялся. Три минуты сыграно. Смотрим по фарму. Эмпайр впереди 2... 200... Ну, пускай 250. По экспириенсу полный ноль. Хотя изначально ВГ были получше. Здесь по рунам чуть-чуть приподнялись. Руны отдали они... Руны, точнее, Империя отдала команде Вичи Гейминг. Курезолюшна уже есть третий левел у Алоха Дэнс тоже третий левел. Сайлент третий. Рубик третий. И Тайтхантер вот-вот будет четвертый. Еще плюс один крип. Фуай. Второй с копейками. Хао третий, почти четвертый. Ну и Йоку сейчас должен получить уже третий левел. Так, Йоку у нас получает ланс в спину. Хао пройдает дерево, закрывает здесь Йоку и попахивает ФБшкой. Здесь Йоку просто стоит и ждет своей участи. Та тишина, когда чего-то в страхе ожидаешь, стоит Йоку, понимает неминуемость своей гибели. Почему не дать фиссуру перед смертью непонятно. Ну, может быть, хотел не спалиться. В принципе, да, это было разумно, но с другой стороны, вариантов выжить там не было никаких. Может быть, не ожидал, что Хао так быстро обрежет ему путь и пойдет через данное проеденное дерево. В любом случае, ФБ для команды Вичи Гейминг. И тот разнос, о котором говорили в чате, уже как-то не очень-то и наблюдается. Вичи Гейминг забирает ФБ, выходит вперед по золоту. Разумеется, выходит вперед и по экспириенсу. Йоку отдается на ФБ. Резолюшн в миде 26 на 8. Супер против него 10 на 0. Вот у Супера, вот у кого действительно проблемы. Драгонайт четвертый, почти пятый. У Резолюшна четвертый тоже левел. Ну, понятно, даблой стоит. Так, супер у нас. Теряет большую часть КП. Пошли у нас спириты от Алоха Дэнс. И Алоха Дэнс забирает у нас Драгонайт. Финриер выходит из леса. Куда ты пришел, бедняга Финриер? Еще один удар, даблкил от Алоха Дэнса. И в это время умирает у нас Йоку. Еще раз на топ-линии. Под Т2 загнали его. И Хаут догнал в итоге у нас Йоку. Там то ли ланцами, то ли чем, непонятно. Мы в миде наблюдали разнос. Эмпайр зарабатывает 811. Но здесь нет фрага. Или там и не было фрага. Нет, ПЛ забрал Шейкера. Теперь у Резолюшна много маны. Теперь у Резолюшна хороший левел. Теперь у него ТОС третьего левела. Значит, будет Гроу сразу прокачан. Поэтому можно Супера просто-напросто ТОСами забрасывать. Есть ТОС, юзай ТОС. По золоту. Опять Вич и Гейминг теряют свое преимущество. Эмпайр... Ну и Эмпайр. Все, что отыграли, в ноль спустили. По Экспе Вич и Гейминг 500 имеют преимущество до сих пор. Драгонайт разваливается в... Мидлейне. Подошел пофармить Драгонайт. Ладно... Ай, не могу я посмотреть. Стык у нас повтор, поэтому не будем доту портить. А то зависнет, придется перезапускать. Это не самая приятная вещь. На топ-лейм перетягивается у нас Always on a Fly. Помогать Йоку. Йоку два раза умер. И, разумеется, это не есть хорошо. Сайлент пока без смерти. Сайлент у нас на сложной линии. Некомфортно себя чувствует. У него 30 на 8. У Айса Айса 28 на 7. Идут относительно ровненько. Но не будем забывать, что против Айса здесь стоял долгое время Always on a Fly. На Рубике, который сам не фармил и особенно не мешал Айсу. Да и возможностей не имел. Финрир подошел из кустов, из леса. Будет пытаться зацепить Сайлента. Уже здесь Сатир. Хотя бы перед смертью надо успеть дать Шоквейв. Да. Шоквейв дается. Но на этом все заканчивается. На топ-лейме у нас пытается улететь отсюда F-Wi-Fi. Всюда уходит. По факту размен 1 в 0. Потеряли только Хао игроки команды Вичи Гейминг. А, не только Хао. Там и Супер умер. Супер на миде умер. Ну и что? Резолюшн без смерти. 1-0-3 у Алоха Дэнса 2-0-2. 2-4. Мид команда Эмпайр намного мощнее, чем мид команда Вичи Гейминг. И с потенциалом Тинни побольше, наверное, чем у Драгон Найта. Как ни крути. Драгон Найт бьет сильно. Живучий, крепкий, очень даже мощный герой. Но этот герой не наносит бёрст дэмэджа. Он медленно, методично может отковырить от тебя по куску. А Тинни из тех ребят, которым надо 2-3 удара сделать. Тос. До свидания, Супер. Увидимся в гранд-финале. Супер отправляется в таверну. Счет становится 2-5. И по голде еще 500. Для команды Эмпайр по экспириенсу почти 600 для Империи. Резолюшн зарабатывает второй фраг. Два фрага Олоха Дэнс, два фрага Резолюшна. Из пяти фрагов четыре сделано на миде. И неужели там 0-4? Нет, 0-3 Драгон Найт. Да, 0-3 Драгон Найт. Еще у нас там Энча в свое время слилась. Команда Вичи Гейминг на нижней лайн. У Шейкера до сих пор нет Эхо Слэма. Йоку пока что пятый с половиной имеет левел. Ну и врываться в толпу пока смысла никакого. Ну, привела с собой Нча крипов. Крипы не самые мощные. Тут один тролль. Тролль особо ничего предоставить не может команде Вичи Гейминг. Так, разве что скелетов вызвать вообще с убойнейшей силой сумасшедших пушеров. Скелетон Варьеры как-то быстровато свалились у нас. Айс, айс, айс. Заходит Солфу. Готов дать реведж и непонятно по кому давать реведж. Разваливает у нас здесь Свичдок. РФА отправляется в таверну. Под хостой Тайт Хантер очень удачно разошли что Резолюшн, что Алоха Дэнс. Поэтому реведж если бы и цеплял то как минимум точнее если бы и цеплял двоих тут толку от этого никакого. Опять врыв на Супера. Дальше за Супером. Ну и назад. Назад-назад. Резолюшн. Резолюшн. Эваленш по Суперу. Тос есть. Тос по Хао. Хао на лоу ХП. Все и улетают отсюда. Не успели. Кто не успел тот опоздал. Алоха Дэнс с Резолюшном отправляются на топ лейн. В это время Хао плюс Супер начинают пушить Т1 по мидлейну. Олвейс Фонофлай пришел сюда и от Хао тут практически ничего не осталось. Для Резолюшна уже прилетают барабаны. Есть у него ПТ и так по мелочи. По Нетворцу давайте посмотрим. 4 500 для Резолюшна 3 200. Алоха Дэнс дальше идет Хао у которого 3000. Резолюшн. Переформил в полтора раза ближайшего преследователя из команды Вичи Гейминг. И переформил в 2,5 раза Супера. Ну пускай не в 2,5 но в 2 раза. Ну что-то что-то же это дозначит. Теперь я думаю Резолюшн готовится выйти в Аганим. В этом есть смысл. Тем более дают фармить по Нетворцу Резолюшн с огромнейшим отрывом опережает любого игрока команды Вичи Гейминг. Выход на Супера. Тос Эваленш приземлился. Бедняга Супер отправился четвертый раз в таверну. Не ужас ли это для команды Вичи Гейминг. Митер просто тащит команду на дно. Тот, кто вообще по сути не должен умирать. Тот, у кого много дефа. Тот, кто должен легко фармить за счет Брисфайр. Этот чувак 4 раза уже умер. Из 7 убийств более половины было сделано конкретно на Митере. Так, Тинни у нас полетел на топ-лейн. FY под соплями от Сайлента минус FY. 8-3. Эмпайр уже 3 с копейками по золоту. Почти 3 по экспириенсу. Резолюшн с Тинни должен возвращаться. Ну-ка, ну-ка возвращаются в мид-лейн. И можно дальше файтиться. Олвесу на Флай здесь. У Айсайса реведжа нет. Еще 50 секунд не будет. Олвесу на Флайу надо просто поднять в филики на Айсайса. Супер бедняга и подходить не может. У него один тапок, у него брасер. Как жить? Все три первых места для команды Эмпайр по Нетворсу. Алоха Дэнс обгоняет Хао. Тот, который саппортил на миде, который пальцем вообще к крипам не прикасался. У которого 7 крипов он мейн керри обгоняет по фарму. Он еще тут и убивает его. Нет, не он. Его присутствия здесь не было. Тут Тинни вместе с Йоку справился. Так вот, 3 300 у Хао и 3 700 у Алоха Дэнса. 3 900 для Сайлента и почти 6 000 для Резолюшн. В кошмарах будет сниться команде Вичи Гейминг все их рейтинги и вся игра против команды Эмпайр. Супер! Еще раз. Теперь Олос Фон оф Лайт забирает Супер ФВА и отвечает Дезвордом. Развалили Рубика. 4 10. В итоге размен 1 в 1 на миде. Алоха Дэнс знал, кому притянуться. Резолюшн уже здесь. Тос есть. Подбрасывает ФВА и по приземлению ФВА будет мертв. Unstoppable для Резолюшна. 6 0 4. В 10 фрагах из 11 принимал участие Резолюшн. 6 делал сам 4 асиста но тут вообще вне всякой конкуренции Тинни. 6 400 для Ниву и 3 500 Хао. Чем дальше влез тем страшнее вообще для команды Вичи Гейминг. 4 500 4 000 точнее выигрывает Эмпайр и по экспириенсу тоже 4 000. Это просто плюс дополнительные деньги для Резолюшна. То есть они выигрывают на то преимущество которое Тинни имеет над Мейнферри команды Вичи Гейминг. Тайт Хантер развалился просто в щепки Резолюшн с Алоха Дэнсом под хил есть супер встанет у нас Тинни Тинни улетает. И все Алоха Дэнс уносит Тинни с собой и все без фрагов Вайпера правда убили игроки команды Вичи Гейминг еще становится 5 12 4 как было так и осталось по экспириенсу по золоту в это время Шейкера забрал где же ты? Здесь у нас умер Шейкер драка на топ лейне продолжается Always One of Life быстрее отсюда бежать в это время Резолюшн вместе с Алоха Дэнсом разбирает Тауэр на нижнем лайне Т1 падает 7200 для Резолюшна 4000 Хао хорошо что тенденцию хотя бы Хао не сохранил фармить в 2 раза меньше чем Резолюшн иначе гиблое дело минут через 5 страшно было бы на Тинни смотреть в любом случае у Тинни уже есть Point Booster есть Огр Клап и Стапу Физердри и остается сколько? остается 800 копеек до появления Аганима Аганим будет на 14-й минуте это будет на 15-й пускай это будет Аганим плюс Барабаны плюс Пауэр Трэдс даже Квилинг Блейд и Мэджик Вун будет считаться на Тинни Нетворс просто запредельный 7600 уже для Резолюшна Айсайсайса видят Реведжа никакого нет ну и быстрее на подсейф сюда летит уже FY плевок пошел у нас в Резолюшна без ответов Резолюшн Аваландж вкастовал и ушел отсюда и уходит Тинни на самом деле здесь и Даггер не помешал бы пока что Аганим не так критичен с другой стороны ранний Аганим безусловный плюс для команды Эмпайр если есть вариант купить там с Аганимом на Даггер Резолюшн я думаю за 3-4 минуты на фармит не критично 500 копеек остается Тинни до появления Аганима так у Йоку Даггера нет еще и пока что не намечается есть Баклер есть Хедреска для Сайлента 500 400 копеек остается до появления Мекки у Рубика ничего в принципе Рубик у нас только-только Драгонформу потерял У Весфон офлайн у нас летал в Драгонформе я даже не обратил внимания так у Сайлента мы видели что у Тинни у Тинни 100 копеек остается до появления Аганима так по команде Вич Гейминг НЧАС ПТ с Урнов Шадоуз неплохой в принципе запак у Тайт Хантера Баклер Хедреска и 100 копеек до появления Мекки у Хао Ринго Ринго Факвила ПТ Брасер Роб Урнов Шадоузе Меджи немножко остается до появления Барабанов и Драгонайт два Брасера и Пауэр Трэдс Жуть абсолютная Айс 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 получает от Сайлента здесь уже Фенрир на подсейф импетусы полетели от Фенрира непонятно кому больнее Фенриру от Коррозив Скин Сайлента или Сайленту от импетуса Фенрира Реведж тратят на Сайлента понимаю что цель важная и нужная лучше бы его убить он сейчас забирает этот фраг и плюс безусловный плюс 16 минут у Тини появляется Аганим а Тайт Хантеру прилетает Мека выхиляет ли Мека Тайт Хантера все что сделает Аганим Тини сейчас узнаем вот сейчас и проверим Айс 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 Тос по голове Шейкер забирает этот фраг тут Резолюшн один раз успел бревном по голове накатить у нас Тайт Хантера Тайт Хантер в Таверну 7.13 по голде Эмпайр выигрывает 3000 по экспириенсу чуть более трех тоже в пользу команды Эмпайр но сейчас появился важный артефакт для Тини теперь можно файтиться нон стоп подбрасывает у нас Энчу Энча падает на землю мертвая уже Always on a Fly разваливается даже в драгон форме Фиссура по Хао Хао Доппельгангер через Фиссуру быстрее бежать эхо слэм от Йоку минус Хао Гадлайк для резолюшена 3 в 1 файт все это в плюс для Эмпайр 800 по голде еще и один фраг еще тут Тайт Хантер не учелся не был учтен и 1800 по экспириенсу капает за 2 убийства за Хао и за Энчантрас резолюшен уже ничего не боится в принципе ХП много файтиться можно плюс под сейф от Алоха Дэнс есть тебе и Урн оф Шадоуз есть тебе и Боттл когда зарядится и Маджик Вонд есть у Алоха Дэнс даю и резолюшен у самого Маджик Вонд Бей Беги 4 с копейками Эмпайр по золоту по экспириенсу 4 с лишним тоже Эмпайр вроде не сильно выигрывает а вроде к резолюшену подойти страшно вообще любому игроку Блейд оф Алакрити появляется для Тини готовится выйти в Яшу дальше Манта Стайл крутое крутое решение безусловно преимущество есть быстрее быстрее бегай быстрее бей конечно для Тини это плюс демеджа Тинику не занимать а вот скорости атаки скорость атаки никогда лишняя на Тини не будет с его количеством урона Аганим и так прилично пробудствовал по скорости атаки а тут еще с появлением Яша а может даже в итоге и Мэск оф Мэднес но это вообще тогда резолюшену надо абсолютно не считаться с командой Витчи Гейминг но тоже вещь полезная и рабочая если твое преимущество огромное то почему бы нет тут не хватает разве что какого нибудь какого нибудь какого нибудь Магнуса который собирал бы все это под резолюшн и давал бы ему еще дополнительный сплэш и дэмэдж чтоб Тинник просто разносил вообще щи каждого остановились графики 5000 экспириенс 4000 золота Сайлент заплевывает здесь Хао уже влетает у нас резолюшн и Алоха Дэнс Хао допергангер юзает Хао на лоу хп пытается отсюда уйти фай ставит Дезвар Дезвар по резолюшн резолюшн живой Хао на лоу хп файтится против Йоку Хао у нас умирает минус фай минус хао на лоу хп здесь Алоха Дэнс Алоха Дэнс улетел назад на релокейте Тинни оставили резолюшн давние счеты с супером холи щит для резолюшна 10-0-6 3-0 дерется Империя за Инчой дальше Импетус в крипа Финрир я соловел что ли даблкил от Сайлента даблкил от резолюшна 8-19 2000 золота 4000 экспириенс в одном файте и Вичи Гейминг тут спускаются Вичи Гейминг все очень плохо 7000 экспириенс и 5 с копейками золота для команды Империя я думаю Вичи Гейминг здесь вспомнили тот финал Интернешнл в котором они за 20 минут проигрывали катки хотя чё в прошлой игре наказали они Империю за некую расслабленность после первого матча ну теперь вроде как Эмпайр подсобрались Шейкер не дотикал под Меледиктом у Йоку хватило хп есть уже Дайгер готовится выйти в Форс Таф у нас Йоку мобильный быстрый Шейкер который куда угодно может залететь Алоха Дэнс бустит здесь Резолюшена через Тизер через Оверчардж у Резолюшена много демэджа у Резолюшена теперь есть и Аэгис заберите вы Алоха Дэнс отсюда не знает кому привязаться здесь Висп чтобы наконец-то свалить с этого Клиффа такое ощущение что еще и издевались на гейм что Сайлент что Резолюшен Always Wanna Fly на Хайграунд никого уже не боится никого не стесняется спокойненько разбивает ворды на вражеском Хайграунде и уходит отсюда все без вопросов еще я прочекал что здесь мультиспаун Эншентов что ждем Резолюшена в гости есть уже Яша появляется еще и Ultimate Warp для Резолюшена осталось немного совсем до рецепта ой как много здесь денег идет для Резолюшена и это нон-стоп и такое ощущение что команда Вичи Гейминг просто бустит мидера команда Empire так вот совсем немного денег остается до Манта Стайлотини когда писали в чате про разнос теперь в принципе мне детально становится ясно о каком разносе шла речь с Манта Стайлом Тинни будет в файте ну просто невывозимым абсолютно героем во-первых непонятно кого контрить все эти точечные спылы там стан например от Драгон Найта или его сплэш с сотней урона на 22 минуте без артефакта на дэмэдж вообще конечно для иллюзий Тинни это не критично никаких проблем нет а ну-ка что там по хп полторы тысячи для Драгон Найта и две тысячи для Тинни 14 левел Тинни 11 левел Драгон Найт что готов врываться Йоку скорее всего готов то не врывается видимо не готов и ничего вы тролльник роман немножко здесь понакалял команду Эмпайр гонят их на собственной хайграунда где в это время Висп с Тинником Резолюшн приходит у нас на мидлейн Каски забирает Рубик ой как неудачно команда Вичи Гейминга дала Каски это то что как раз может собрать всех вместе застопить и позволить раскастоваться Йоку и Тинни еще и дабл дэмэдж для Тинни ну что тут просто не день команды Вичи Гейминга иначе не скажешь сейчас он юзает дабл дэмэдж у него 460 с руки по всем и что будет с командой Вичи Гейминга непонятно это 3 удара Вич Доктору это пускай 6 ударов Драгон Найту это 3 удара или 5 пускай ударов Фантом Лансеру Тайт Хантеру столько же НЧ ну короче говоря секунды за 2 по идее Резолюшн должен складывать всю пачку игроков команды Вичи Гейминга так Резолюшн врывается у нас на мидлейн Финрир от Эваленджей от Тоса у нас уже разваливает Хоули щит от Резолюшна Дабл Дэмэдж 237 плюс 240 Хао вовремя Юзай Доппельгангер просто один удар бы по Хао посмотреть Ладно Резолюшн может и на Тауэр в принципе переагрится Хао имеет 19 дефа поэтому не так сильно проседает от Резолюшна ну и пока не врывается Резолюшн здесь бы Даггер был вообще не лишним ворваться в толпу дать Эвалендж Тос и дальше с руки разбить им разбить им ну вы поняли разбить им ряды улетает Висп или нет или уже прилетает Висп супер подлетает у нас в воздух Резолюшн юзает Манта Стайл 2-3 удара плебок от Сайлента супера развалили Power Charge по Резолюшну начинает бить Тауэр Тауэр еще кстати с Backdoor Protection или как или мне кажется по-моему да потому что реген был мощный так-то Тауэр очень быстро падает 8-21 счет так 10 тысяч Empire по золоту по XP 12 ну что смотрим на файт возможно последний файт в этом матче на хайграунд заходит команда Empire Ти не месит Тауэр Тауэру в принципе очень больно Тауэр быстро разваливается дальше по баракам ранжевой так ранжевой разваливает ранжевой барак каски полетели от FY ну и никто не подходит Resolution в принципе в соло стоит на хайграунде впитывает в себя весь дэмэдж у него есть Аэгис поэтому можно не переживать даже если его развалят после Аэгиса в стате с Манта Стайлом расковырять команду Вичи Геймин будет наверное не проблема но команда Empire действует сейвово отходит от мидлейна Resolution на топ лейн здесь есть что заработать есть где забрать деньги сейчас по Нетворсу 16 тысяч почти для Resolution и Хао до 8 не может добраться какой ужасный Нетворс на Фантом Лансер просто жуть жуть-жуть-жуть команде Вичи Гейминг тут совсем не сладко ну 3 игрока сразу опережают у нас 3 игрока команды Empire опережают у нас мейн керри команды Вичи Гейминг 8 тысяч с копейками для Алоха Дэнса Висп в общем мейн саппорт Висп и у него 8 150 а у Хао на Фантом Лансере 7 900 может быть все еще пойдет думает команда Вичи Гейминг вполне может быть 15 тысяч золота Empire и 15 тысяч экспириенса тоже Empire команды Вичи Гейминг все перспективы в скором времени закончить этот матч конечно не в пользу себя откуда такой Нетворс у Висп привязан был к резолюшину от него и такой нетворс рядом стоял просто получал деньги за ассисты резолюшн по суперу супера засловил Сайлент так в принципе не сильно и пробивал супером резолюшн если бы не слоу от Сайлента и отрава айс 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 на лоу хп айс 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 старается сюда уйти минус айс и кое-как Финрир ковыляет отсюда вместе с ФВАем резолюшн нет ФВАем у нас просто умирает от взрывной волны Тауэра ну что поздравляем команду Империя они выглядят сильнее они смотрятся сильнее чем команда Вичи Гейминг не устану повторять команда которая по всем рейтингам у нас в топе которая главный претендент на все-все-все в этом турнире тоже видимо была претендентом до первых матчей первого финала финала винеров между командой Империя и командой Вичи Гейминг первую игру Империя выиграли выиграли с явным преимуществом за 30 нет за 22 минуты за 22 на третьей игре 26 минуты понадобилось ну и вторую игру они проиграли в итоге со счетом 2-1 они перемещаются в гранд финал точнее уже тогда переместились и там в гранд финале будут ждать команду Вичи Гейминг команду Вичи Гейминг которые Бёрден Юнайтед в финале Лузеров обыграли и отправились к Эмпайр в формате Best of 5 бороться за победу в этом матче у нас пока небольшая пауза не переключайтесь я думаю минут 10 и мы вернемся к матчу между командами Вичи Гейминг Эмпайр гранд финал рубка за за денежки тут уже начинаются призовые серьезные тут уже тут уже Вичи Гейминг должны собраться все микрофон от рук студия игрокам ТВ кто зашел не забывайте подписываться на наш канал заходите в группу ВКонтакте задавайте там свои вопросы пишите мне в личку буду отвечать по возможности и конечно же наш канал Ютуб со всеми вводами повторами с данным матчем и со всеми всеми матчами которые за последние три месяца мы туда бросили услышимся через 10 минут до связи до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...